Александр Грин. Гнев отца. Гамироне – драка с сыном соседа. Но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдца с пеной, а тетя Корнелия – стеклянную трубочку. Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников – сделаться преступником или бродягой, и, окончив выговор, сказала. «Страшись гнева отца, как только приедет брат, я безжалостно расскажу ему о твоих поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя». Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил. «Его гнев будет ужасен». Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ждает. Правда, Карл и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократное упоминание о гнева отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев, значило бы показать, что он струсил. Том не хотел доставить им этого удовольствия. Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встречных людей. В тени дуба лежал Оскар Мунг, литератор, родственник Корнелии, читая газету. Том приблизился к нему бесшумным, индийским шагом и вскричал. «Хук!» Мунг отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе. «Все спокойно, на Оренока», — сказал он. Гуроны переступили в прерию. Но Том опечалился и не подался игре. «Не знаете ли вы, кто такой гнев?» — мрачно спросил он. «Никому не говорите, что я говорил с вами о гневе». «Гнев?» «Да, гнев отца. Отец приезжает завтра, с ним приедет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я не хочу, чтобы гнев узнал». «Ах так!» — сказал Мунг с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на три шага. «Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегает. Глаза косые. Неприятная личность. Жуткое существо». Том затасковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунга, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям. Пока не увидел девочку из соседнего дома, восьмилетнюю Молли, он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья. Но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его попробовать попасть в раму. Движимый чувством привязанности и благоговения к тоненькому кудрявому существу, Том бросился напрямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку, и, вытерев слезы и обиды, пошел домой. Горничная, накрыв к завтраку стол, ушла. Том заметил большой графин с золотистым вином и вспомнил, что капитан Кит из книги «Береговые пираты» должен был пить ром на необитаемом острове в совершенном и отвратительном одиночестве. Том очень любил Кита, а потому, влезший на стол, налил стакан вина, пробормотав. «За ваше здоровье, капитан, я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь». Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия. Сняла пьяницу со стола и молча, но добросовестно шлепнула три раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи, и, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где укрылся под полом деревянной беседки. Он сознавал, что погиб. Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом. О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома. Матери он не помнил. Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев. По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, который смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Восприянув духом, Том вылез из-под беседки и, крадучись, проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья. Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз. Но он надеялся выкрасть порох у сына-садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Дом вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным стволом, как вошел дядя Карл. И, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено. Он встал, прихрамывая, и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди. «Скажи, Том, – начал дядя, – достойно ли тебя, сына Геральда Беринга, тайком проникать в этот, не знавший никогда скандалов, кабинет с целью кражи. Подумал ли ты о своем поступке?» «Я думал, – сказал Том. «Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без сбоя. Ваш гнев, который приедет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не подамся ему». Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и встал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица мука. «Я тебя запру здесь и оставлю без завтрака», сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета. «Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать». С тем он вышел и два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман. Точас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв в куст циний. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием. Так, размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже рядом с пожилым черноусым человеком сидела белокурая, молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами. Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился. Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем стремглав мчаться домой. «Неужели это мой отец?» – думал он, пробегая напрямик по клумбам, забыв о бегстве из кабинета, жажды, утешения и пощады. С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга – все были здесь, все суетились вокруг высокого человека с черными усами его спутницы. «Да, я выехал днем раньше», – говорил Беринг, «чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его». «Я приведу его», – сказал Карл. «Я пришел сам», – сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой. Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку. Дядя Карл вытрачал глаза. «Но ведь ты был наказан, был заперт». «Сегодня он амнистирован», – заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине. «Не это ли его гнев?» – подумал Том. «Едва ли, не похоже». «Она будет твоя мать», – сказал Беринг. «Будьте матерью этому дурачку, Кэт. Мы будем с тобой играть», – шепнул на ухо Тома теплый щекочущий голос. Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен. Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия потому, что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию. Они всегда держали свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношение с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца. Том знал, что гнев там, он заперт, сидит тихо и ждет, когда его выпустят. Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные циновки и ящики, несколько сундуков, среди них два с откинутыми к стене крышками. Непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью, спокойной и неподвижной жизни. Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению на кровати лежал настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил Браунинг и, держа его в вытянутой руке, осмелись подступил к раскрытому сундуку. Тогда он увидел гнев. Высотой четверти в две, белое четырехрукое чудовище озлило на него из сундука страшные, косые глаза. Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать. Сундук как бы взорвался, оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая неуступающий палитий револьвер и отшвырнул его, бросился рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Карлом и Корнелий. «Я убил твой гнев!» кричал он в восторге и потрясении. «Я его застрелил! Он не может теперь никого трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с кидом! Но я не хотел гнева!» «Успокойся, Том!» сказал Беринг, со вздохом облегчения, сжимая трепещущее тело сына. «Я все знаю, мой маленький Том, бедная, живая душа!» «И, Продолжение следует... Продолжение следует...